МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите первый выпуск программы «Главная тема». И в студии глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов. Главная тема программы, в которой ни один вопрос не остается без ответа. Андрей Робертович, здравствуйте! Добрый вечер, Петр. Ну и несколько слов, которые предварят нашу программу. Вы знаете, для меня это действительно первый эфир в студии телеканала ОТВ. И, как вы тоже знаете, мы больше двух лет планировали запустить эту передачу с прямым эфиром с жителями, такой вот инструмент общения. И, слава богу, появилась такая техническая возможность, и мы все-таки смогли с вами реализовать этот проект, эту программу. И я уверен, что мы сможем лаконично, коротко и по существу ответить на основные наболевшие вопросы, которые беспокоят наших жителей, с которыми они обращаются в администрацию, записываются ко мне на личные приемы. Дело в том, что к власти обычно накапливается много вопросов, и если посмотреть очередь на личный прием, то это уже более 300 человек, и она не уменьшается. Поэтому физически я просто не смогу пригласить такое количество людей на личный прием, пообщаться с каждым. И думаю, что благодаря этой телепередаче нам удастся охватить больше аудитории, ответить на самые актуальные темы, вопросы, четко рассказать позицию администрации района по тем или иным направлениям, которые волнуют наших жителей. Ну что ж, к вопросам мы сейчас перейдем, но сначала я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего студийного телефона обычный, 495-508-86-84. Если этот номер оказывается занят, есть альтернативные номера, вы можете видеть их на экране своих телевизоров. На линии находятся операторы, которые примут и обработают все ваши звонки. И даже если их не выведут в нашу студию, не огорчайтесь, все обращения будут переданы в администрацию района для принятия конкретных мер, конкретных решений. Андрей Робертович, ну и накануне нашего эфира мы с коллегами из еженедельника Одинцовской недели провели большую достаточно работу по сбору и анализу поступающих от наших телезрителей звонков. И давайте начнем с ответов прямо на некоторые из них. Некоторые звонки звучали неоднократно, некоторые вопросы задавались по многу-помногу раз. Итак, давайте я, чтобы быть абсолютно точным, буду просто их цитировать. Итак, Галина Александровна, поселок Летний Отдых, улица Зеленая, дом 7. Обращалась в ЖКО и в Захаровскую администрацию по вопросу качества воды. Она сильно ржавая, счета за воду приходят огромные, две семьи совсем не платят за коммунальные услуги, я так понимаю, живущие в этом доме. И все это распределяется на общедомовые нужды. Оплачивают это остальные жильцы, а в доме много при этом пенсионеров. Вопрос никак не разрешается. Да, ну я бы разбил этот вопрос на несколько направлений. Первое, конечно, это ржавая вода. Безусловно, с этой проблемой мы столкнулись в Одинцовском районе. Она довольно актуальна и не только в поселении Захаровской, в Летнем Отдыхе. А в целом, еще два года назад по Одинцовскому району мы были, нас буквально завалили жалобами жителей, претензиями по качеству воды. Стартовала программа на уровне Московской области, мы подхватили как районная администрация. И активно строим новые водозаборные узлы, строим станции обезжелезования и очистки воды. Только так мы можем решить проблему ржавой воды. Ничего другого не сработает. Что касается летнего отдыха, насколько я знаю, сейчас формируется бюджет поселения Захаровской. И там уже на следующий год будут запланированы денежные средства на модернизацию водозаборного узла. И как раз будет построена станция очистки воды. Поэтому потерпеть осталось Галине Александровне совсем немного. И уверен, что в следующем году мы с этой проблемой в летнем отдыхе разберемся. Хочу сказать, что в этом году мы запускаем 6 водозаборных узлов совместно уже со станциями очистки. Три уже введены в эксплуатацию. И три мы до конца года также введем. Уверен, что за полтора-два года мы эту программу выполним полностью. И во всем Одинцовском районе вода будет чистая. И соответствует всем нормативам и САНПИН. Что касается вопроса, связанного с квитанциями за воду и за общедомовые пользования за нужные. О чем говорила Галина Александровна. Значит, у нас две системы оплаты. Первая система это на основании счетчиков. Вторая система на основании нормативов. Насколько я помню, в поселке Летний отдых за воду жителям платят на основании счетчиков. А вот как раз общедомовые расходы и нужды оплачиваются согласно нормативам. Если у Галины Александровны есть сомнения в том, как начисляют управляющие компании эти платежи, то ей обязательно нужно обратиться к нам и, может быть, даже в правоохранительные органы. И если управляющая компания пытается переложить какие-то расходы на плечи жильцов, не относящиеся к ним, то это уже называется махинацией. Поэтому мы готовы разобраться. Я буквально в ближайшее время тогда по Летним отдыху вышлю необходимую команду проверяющих, которая разберется в том, как управляющая компания выставляет квитанции своим жильцам. Но точно могу сказать, что ни Галина Александровна, ни какой-либо другой житель нашего района не должен платить по чужим долгам за чужое имущество. Следующий вопрос из города Одинцово задает его Нина Антоновна. Она тоже пенсионерка, проживает одна, получает минимальную пенсию. И она задала такой вопрос, что тарифы на воду растут, необходимо ставить счетчики. И как пенсионерам с минимальной пенсией поставить счетчики? Будут ли льготы и скидки для пенсионеров? Вот такой вопрос. Да, действительно, внутриквартирные счетчики – это обязанность самих владельцев. И действительно, Нина Антоновна должна потратить денежные средства и установить данный счетчик себе в квартиру. Что касается затруднительного финансового положения, то я бы ей посоветовал обратиться в администрацию городского поселения Одинцово. Также существует программа материальной поддержки граждан, оказавшихся в сложных ситуациях. Необходимо будет заполнить определенный пакет документов и претендовать на эту единовременную выплату, которая позволит ей отчасти скомпенсировать те расходы, которые будут в нее в связи с установкой счетчика. Что касается субсидий и льгот на оплату жилья и на оплату коммунальных услуг, то такие программы также работают. Я обязательно по итогам нашей программы дам поручение, чтобы связались с Ниной Антоновной и наш специалист из МФЦ и рассказали, какие документы необходимо заполнить, чтобы эти субсидии были выплачены как раз для компенсации затрат на жилье и по коммуналке. Следующий вопрос из городского поселения Голицына. Лидия Алексеевна его задает. Лидия Алексеевна говорит о том, что на местном кладбище имеются места для сохранения. Раньше не ограничивали размер участка, но глава городского поселения распорядился взимать плату в размере 12 тысяч рублей за каждый квадратный метр, который свыше нормы, определенной в настоящее время. И, собственно, вопрос, за что будет взиматься плата, если кладбище никто не обслуживает, не убирают мусор, снег не чистят, воды нет. Вот, Лидия Алексеевна, она интересуется таким жизненным. Ну, куда деваться эту жизнь? Что касается платы за... невеселая, конечно, тема, но, тем не менее, это тоже наша работа, и я постараюсь объяснить. Значит, что касается платы за места захоронения, то в Московской области работает закон, согласно которому участок размером 2 на 2, то есть 4 квадратных метра, для захоронения умерших выделяется бесплатно. Если площадь участка, то есть какой-то житель пытается зарезервировать для семейного или родового захоронения участок большего размера, то за это будет единовременная выплата, которая устанавливается органами местного самоуправления. В данном случае это Совет депутатов городского поселения Голицына. И если эта плата высокая, то, конечно, Лидии Алексеевне нужно обращаться, нужно было бы обращаться в Совет депутатов с просьбой изменить эти тарифы и установить более низкую плату за дополнительный земельный участок для захоронения. Но хочу сказать, Лидии Алексеевне, что с 1 октября работает закон Московской области и уже устанавливать плату за землю будет правительство Московской области. И мы в ближайшее время увидим эти расценки, тарифы и все будет приведено к единому знаменателю. И не будет этой разницы, которую мы наблюдаем от поселения к поселению. То есть не будет попыток, скажем, у некоторых поселений заработать, может быть, на такой проблеме? Попыток не будет. В любом случае, все кладбища в ближайшее время будут переданы в некую единую организацию, бюджетное, муниципальное бюджетное учреждение. И будет применяться везде единый тариф. И на услуги, и на вот эта плата, которая появляется за дополнительные земельные участки, когда они резервируются на будущие захоронения. Владимир Иванович, поселок Санатория Барвиха. Я так понимаю, что это вопрос, один из многих действительно звучавших по этой теме. Проблема это капитальный ремонт. С 2014 года на доме номер 28 в поселке висит доска с информацией о капитальном ремонте дома. Весной этого года сделали опись необходимых работ, но сами работы не производились. Звонили в фонд капитального ремонта, обозначили срок начала самого ремонта на весну-лето 2016 года, но делать ничего так и не начали. Думаю, что таких вопросов было немало по конкретным домам. Но вот здесь речь идет о доме номер 28 в поселке Санатория Барвиха. Да, я тогда расскажу и Владимиру Ивановичу, и в целом всем жителям района о том, как устроена работа. Дело в том, что все дома, все многоквартирные дома, за исключением аварийных, которые подвижат сносу, попали в программу капремонта Московской области с 2014 года по 2038 год. Все дома без исключения, невзирая на год постройки, кроме аварийного фонда. Оператором по этой работе был определен фонд капитального ремонта Московской области, который провел определенные конкурсные процедуры. И в итоге этих процедур была выбрана подрядная организация на 2015 год и на 2016 год. Но, к сожалению, эта подрядная организация на многие дома не вышла. Если взять конкретные цифры, то в 2015 году должно было быть отремонтировано 96 многоквартирных домов, отремонтировано всего 30. Поэтому, видимо, и Барвихинский дом номер 28 не попал в оставшиеся дома, к которым подрядчик не приступил. В 2016 году 98 домов стоит в программе капремонта, также определена подрядная организация, пока ни на одном доме работы не выполнена. Ноль. Причем фонд капремонта наделен правами контролировать и качество, и сроки, и, соответственно, выделять деньги подрядным организациям на проведение этих работ. Мы в данном случае вместе с главными поселениями можем быть только статистами, которые выходят на объект, фиксируют. Мы занимаемся и фото- и видеофиксацией, составляем необходимые акты и отправляем эти жалобы и претензии в фонд капремонта и в правительство Московской области для того, чтобы они также воздействовали на эту организацию. К сожалению, вот такая проблема. Мы не сидим на месте, мы постоянно, что называется, зажигаем красную лампочку, поднимаем давление всем и чиновникам, которые по нашей вертикали над нами стоят. И постоянно пишем жалобы, претензии в сам фонд капремонта. Также стимулируем по возможности те организации, которые выходят на эти конкурсы, побеждают и не производят никаких работ. То есть можно ввести речь о том, что и жители, и местная власть в данном случае некими заложниками ситуации стали, на которую повлиять могут только опосредованно. Мы однозначно заложники, но заложники не пассивные. То есть мы весь наш набор инструментов, который позволяет так или иначе влиять как-то на ситуацию, мы используем. Но пока он ограниченный. То есть мы не являемся подрядной организацией, нам никто не делегировал права по самому ремонту, быть оператором, контролировать сроки и качества. Все это находится на уровне фонда капремонта. Поэтому мы здесь, к сожалению, в правах действительно урезаны, но на месте не сидим. Мы всячески поднимаем эту проблему, она касается не только Одинсовского района, но и в целом по области, по другим районам. Есть тоже западание и приличное западание. Поэтому такая точка, в которой мы находимся на сегодняшний день. Точка еще не поставлена. Я думаю, что в ближайшее время какая-то информация появится дополнительная о конкретных каких-то шагах и мерах, которые вот именно, может быть, по Дому-28 даже удастся принять. Да, обязательно по Дому-28, но я знаю, Барвихинские у нас дома, не все попадали в 2015 год в основном. Скорее всего, и Дом-28 тоже в 2015 году, но вот те невыполненные работы по 60 с чем-то домам перейдут на 2016. Мы видим и здесь пока нулевое выполнение по тому плану, который был согласован с фондом капремонта на этом году. Андрей Робертович, предлагаю двигаться дальше, продолжить наш эфир видео включением из нового городка. И я хочу нашим телезрителям сказать, что выбран данный населенный пункт был совсем не случайно. Общественные слушания по вопросу утверждения дорожной карты развития поселка Новый Городок прошли еще 19 мая. В этот день был подписан акт приема передачи земельных участков и 44 объектов недвижимости бывшего военного городка, изведения Министерства обороны России в муниципальную собственность. Главный результат данной процедуры в том, что районные власти получали возможность вкладывать средства в развитие территории поселка. Ну и вообще военные городки это своеобразные фокусные точки, в которых сконцентрированы практически все сегодняшние болевые темы и Одинцовского района, и нашего региона в целом. Андрей Робертович, давайте посмотрим, что же сегодня волнует жителей нового городка, какой вопрос они вам задали. Прошу на экран. Здравствуйте, Андрей Робертович. Сегодня мы с вами встречаемся в новом для нас формате, но мы ему очень рады. Вы посещали наш Новый Городок индивидуально несколько раз вместе с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым. С момента подписания приказа о передаче в муниципальную собственность поселка Новый Городок прошло более трех месяцев. Практически сто дней после приказа. За это время мы увидели, как может выглядеть придомовая территория. Мы увидели те изменения, которые уже начались. Но очень бы хотелось, чтобы они проходили активно. Хочется задать вопрос, когда мы увидим те изменения, которые были нам обещаны в мае, и как быстро они начнутся. Новый Городок И как меняется Новый Городок к лучшему. Хочу сказать, что мы за этот год успели сделать ямочный ремонт в Новом Городке. Мы благоустроили территорию около дома номер 22. Мы построили по губернаторской программе детский городок около дома номер 38. В ближайшие полтора месяца закончим благоустройство около дома номер 2. Мы смогли переоформить в собственность муниципалитета три земельных участка. На одном из которых будет строительство детского сада, который начнется со следующего года. И за 2017-2018 год мы построим детский сад на 125 мест. Мы получили уже 16 объектов в собственность, такие как здание, где находится Сбербанк, магазин «Ветеран», три артезианские скважины, котельную. Много объектов пытаемся оформить, на которые не было никаких технических паспортов. Это связано и со скважинами, с водозаборным узлом. Мы уже начали активно модернизировать системы жизнеобеспечения. Во-первых, мы смогли заключить прямые договора и по водоснабжению, и теплоснабжению. Теперь жители нового городка не столкнутся с теми проблемами, которые были, когда этим управляло Министерство обороны. И компании, аффилированные с Министерством обороны, которые могли просто бросить котельную в аварийном состоянии и просто уйти с объекта. Мы все помним, Славянка печально известная. Это та же Славянка, это РЭО. Поэтому у нас прямые договора на сегодняшний день со всеми ресурсоснабжающими организациями. И там уже началась модернизация и теплосетей, и самой котельной, и все, что связано с водозаборным узлом и с нашими скважинами. Порядка 50 миллионов мы потратим модернизацию системы ЖКХ до конца этого года. Что касается дальнейших масштабных изменений, то, как вы правильно сказали, все это было привязано к переходу права собственности. Да, был издан приказ, но бюрократическая машина настолько сложная, что мы только, можно сказать, к осени закончили оформление тех объектов, которые я вам озвучил. И еще нам предстоит эта работа в дальнейшем. Как только объекты у нас, соответственно, мы можем тратить муниципальные и бюджетные денежные средства на их модернизацию. Активная работа в этой части пойдет со следующего года. То есть те денежные средства, о которых мы озвучивали населению на наших публичных слушаниях, они все выстроены на 2017-2018 год. И по Дому культуры, и по амбулатории, по которой уже есть проект модернизации, и именно того, что хотели жители. То есть мы включили в этот проект все, что необходимо было, и от самой лаборатории до узких специалистов и кабинетов, в которых возможно будет производить довольно сложные анализы и обследования. Работа активная, еще раз хочу повторить, Елене Викторовне, начнется со следующего года. Мы приступим к строительству детского сада, к реставрации и реконструкции. Также у нас запланирован стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс, который тоже попал в программу, он уже стоит в программе Московской области. Я уверен, что вот такими шагами год за годом мы будем приводить территорию нового городка к совершенно современным стандартам. Это будет, ну прямо скажем, такой показательный, пилотный проект того, как можно изменить бывший военный городок к цивилизованному состоянию. Да, действительно, в Одинцовском районе самое большое количество военных городков, у нас их 21. Мы по нескольким городкам одновременно сейчас ведем проекты по передаче имущества. Также главы поселений, в которых находятся эти военные городки, уже набрасывают предпроектные решения, как развивать территорию. Мы предлагаем свободные земельные участки под инвесторов, у которых будет четко прописано социальное обязательство переселить граждан из ветхого или аварийного жилья, построить новые дома с новой инфраструктурой, создать социальную инфраструктуру по тем стандартам, которые работают в Московской области. Если таких инвесторов в ближайшее время мы не найдем, тогда будем планировать в бюджетах поселений и в целом района денежные средства на модернизацию, как мы делаем в новом городке. Андрей Олегович, спасибо за исчерпывающие ответы. Сейчас мы прервемся на короткий блок социальной рекламы, а затем продолжим наше общение. Хорошо. Ну что ж, Андрей Робертович, продолжим нашу программу, главную тему, программу, в которой ни один вопрос не остается без ответа. Ну и, естественно, продолжим мы ее с очередного вопроса, который мы записали заранее, который подобрали уже сотрудники редакции Одинцовского телевидения. Вопрос задала Ирина Григорьевна, это город Одинцово. Вопрос касается разрешения на установку торгового павильона и разрешения на торговлю. Павильон поставили ларек, который торгует рыбой, у входа в магазин пятерочка по адресу улица Молодежная, дом 3. Вот такой конкретный вопрос, но я думаю, что он тоже гораздо шире на самом деле. Да, что касается конкретно этого павильона Ирины Григорьевны по улице Молодежная, дом 3, то он установлен незаконно, он относится к третьему классу, как мы называем, и должен будет быть демонтирован. Насколько я знаю, уже выдано предписание, в течение недели мы эту работу закончим, либо совместно с собственником павильона, либо без собственника, просто демонтируем. В целом, хочу сказать о той работе, которая проводится по нестационарным объектам торговли. У нас существует четкий норматив, который нам транслировало правительство Московской области, привязан он к численности населения. И на сегодняшний день в Одинцовском районе, согласно этого норматива, должно быть не более 431 объекта нестационарной торговли. На 1 января 2016 года их было более тысячи. Поэтому в течение этого года, то есть до конца года, мы доведем эту цифру до 431 объекта. Причем эта работа ведется не в стиле Москвы. Мы ночью техникой с ковшами не демонтируем объекты, не наносим, так скажем, психологический урон нашему малому и среднему бизнесу. Мы собирали несколько раз всех предпринимателей, объясняли о том, где должны стоять объекты, как будет выглядеть схема по нестационарным объектам торговли, какого они должны быть внешнего вида, какой фасад, какого размера, какие коммуникации к объектам должны быть подведены, и что такое законные объекты нестационарной торговли, и как эти документы получать. Хочу в этой связи сказать спасибо многим нашим предпринимателям, которые самостоятельно демонтировали объекты, пошли нам, так скажем, в этой части навстречу, и в дальнейшем будут участвовать в наших конкурсах. Теперь это совершенно прозрачная конкурсная процедура. Мы планируем в конце года отыграть многолетние договора для того, чтобы наши арендаторы были спокойны, что у них официальный договор на несколько лет, и они могут вкладывать деньги в свои объекты для того, чтобы они соответствовали нашим требованиям, и, соответственно, многолетний договор аренды позволит им четко спланировать свою прибыль и окупаемости данных вложений. Мы не представляем с вами, безусловно, современного города без киосков, без павильонов, но они должны находиться в правильных местах, в тех местах, где они нужны жителям, и на однозначно законных основаниях. Поэтому объекты останутся в количестве 431 штука на территории района. Самое большое количество объектов, конечно, в городском поселении Одинцова, потому что здесь больше всего уже живет жительный. Здесь много транспортных развязок, железнодорожных станций, автобусных остановок, где большое скопление людей, и они, безусловно, пишут нам свои идеи, свои просьбы для того, чтобы установить там или в той или иной точке объект нестационарной торговли. Причем в нашей схеме объекты нестационарной торговли четко распределяются между собой. Невозможно поставить 4 павильона, которые будут торговать цветами в одном месте. То есть здесь будет четкая градация. Если есть павильон с цветами, то его в этом месте достаточно. Значит, следующие павильоны, которые согласованы в схеме, они уже будут другой направленности для того, чтобы максимальную линейку, палитру, что ли, предоставлять нашим жителям. Вот такое будет правильное, сбалансированное распределение направления вот этих павильонов или киосков. Андрей Робертович, ну вот на телефоны нашей горячей линии поступило уже около 40, вот мне подсказали 43 звонка. Давайте хотя бы одного из наших телезрителей, понятно, что их фиксируют, их записывают, контактные номера и так далее, давайте хотя бы одного нашего телезрителя выведем в эфир. Я думаю, и ему будет приятно, и вам будет приятно. Добрый день. Представьте, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос главе района. Вы на связи. Добрый вечер. Меня зовут Элеонора. Добрый вечер. Это лесной городок. Я хочу задать такой запрос. Когда будет достроена и сдана в эксплуатацию школы в лесном городке? Из-за того, что мы ждем уже не первый год, они могут начать строить детский садик. Мы вынуждены возить детей в другие поселения. Югина, Водимцова, Толстопальцева. Такой вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Действительно, это наша болевая точка. Школа в лесном городке. Обязательство нашего застройщика, компания МОСОБУЛ, трест номер 6, Самохин Сергей Иванович. Мы несколько раз уже встречались с жителями на самом объекте. Недавно, по-моему, месяц назад выезжал со своими заместителями, с подрядной организацией. Мы встречались на объекте с жителями, с инициативной группой. Ходили по тем помещениям, по тем залам, которые еще не готовы к сдаче. Это актовый зал, это столовая, это спортивный зал, это наши бассейны, которые еще тогда были без оборудования и без внутренней отделки. Мы на этой встрече четко обещали, гарантировали нашим жителям, что до конца года школа будет введена в эксплуатацию. И нам вместе с жителями, с родителями, я бы даже сказал, детей, и с коллективом этой школы предстоит в декабре принять решение. Переводить ли детей в декабре или дождаться январских каникул, и как раз использовать эти каникулы для того, чтобы переезжать из старого здания школы в новое. Уверен, что в этом году мы эту работу завершим и выполним взятые на себя обязательства. Действительно, это долгострой. Долгострой не привязан к нам, к нашим обязательствам. Это не муниципальная стройка, не бюджетные деньги. Это обязательства застройщика, который попал в сложное финансовое положение. И не только по этому объекту, но и по тем другим площадкам, которые также строятся на территории нашего района. Андрей Рубертович, вот мне подсказывают, что есть еще у нас один телефонный звонок. Если вы не против, давайте ответим нашему телезрителю. Задавайте ваш вопрос, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Бабенко Ольга. Я житель поселка Внеисок, улица Михаила Кутузова, дом 1. Очень активно наблюдаю за тем, как вы инспектируете, помогаете строить детские садики. У меня маленький ребенок, мы стоим в очереди в детский сад. И очень рада, что сады улицы Акуловска, это где вторая очередь, кусарская баллада, они действительно строятся. Мы ходили, смотрели. Действительно, два садика застроены. Мы очень ждем отдых в эксплуатацию, надеемся туда попасть. Стоим в очереди. Но у нас проблема в том, что под платной трассой Росавтодор нам построил пешеходный переход, чтобы мы могли с улицы Михаила Кутузова попадать в улицу Триумфальная, Акуловская. Но к ним нет пешеходных тротуаров. Там просто сплошная глина, понимаете, строительная. То есть там в резиновых сапогах и то с трудом, а с коляской, с ребенком просто невозможно. А пешеходной дороги другой, в принципе, нет. То есть придется ехать на автобусе, ждать автобус. И эту дорогу будет заниматься вместо 10 минут 40. В одну сторону. Это большая проблема. Просто мы очень хотим ходить в эти садики, но они нам просто недоступны. Спасибо. Да, Ольга, спасибо за ваш вопрос. Коснусь немножко детских садов. Такая же проблемная наша точка, гусарская баллада. Мы с вами увидели тяжелую ситуацию, в которую попал застройщик. Компания обанкротилась. К сожалению, не выполнила обязательства ни по социальным объектам, ни по строительству инфраструктуры. Мы достроили эти детские сады, которые не смог достроить застройщик. И до конца ноября мы введем их также в эксплуатацию. Уже объекты будут наполнены штатом людей. Получена лицензия. И мы, я надеюсь, в декабре уже увидим там ваших детишек в том числе, невзирая на проблему, связанную с этим переходом. Что касается проблемы по переходу, давайте я в ближайшее время, у нас встреча будет во вторник с главной дорогой. Компания, которая управляет нашим северным объездом. Мы поставим в повестку этот вопрос для того, чтобы найти какое-то конструктивное решение и вас избавить от этой проблемы. Для того, чтобы все-таки была доступность не только транспортная, но и шаговая. Как только мы эту встречу проведем, тогда я постараюсь через главу поселения вас всех собрать на месте. Мы обсудим те конкретные предложения, которые прозвучат от главной дороги, от Росавтодора. Спасибо. Спасибо от лица нашей телезрительницы. И еще один вопрос, касающийся пешеходного сообщения. Скажем так, Алексей, Новая Трехгорка. Между Одинцовой и Новой Трехгоркой нет пешеходного сообщения. Люди живут как на острове. Планируется ли что-нибудь сделать, чтобы жители могли передвигаться между городом и микрорайоном на велосипедах, с колясками или пешком? Ну, сейчас действительно вдоль трассы оживленной это приходится делать, если пешим ходом. Да, хороший вопрос. Мы новой и старой Трехгорке уделяем, я думаю, самое большое внимание, если не брать проблемы нового городка и вообще военных городков. Трехгорка у нас в приоритете. Мы часто там бываем. Многие проблемы, которые обсуждали с инициативными жителями и группами, многие проблемы уже удалось решить. Но не меньшее количество еще осталось у нас впереди. Что касается причин, то я думаю, они всем понятны. Была безумная градостроительная политика. Сформировалась такая изоляция действительно. Я не хочу там более грубые слова применять, но транспортная доступность оставляет желать лучшего. Сейчас ведется активное строительство съезда на Северный объезд с Новой Трехгорки. В следующем году приступит компания застройщик, подхватит обязательства, которые не выполнил Балакин и СУ-155. Начнут ремонт и реконструкцию улицы Чистяковой. Я уверен, что мы подойдем в течение двух-трех лет к развязке на Можайском шоссе. И таким образом все-таки придадим эту нормальную транспортную доступность, создадим ее вместе с правительством Московской области для жителей Новой Старой Трехгорки. Плюс еще также появится транспортно-пересадочный узел Сколково, который для простоты понимания это напротив магазина Трикита, только ближе к железной дороге. В этой части будет большой и классный пересадочный узел, который также добавит транспортную доступность. Что касается велосипедной или пешеходной дорожки, то у нас пока есть возможность двигаться только вдоль Можайского шоссе. Как вы все знаете, там интенсивное движение и практически заборы частного сектора, они подходят непосредственно к дороге. Тем не менее, есть задумки сделать нормальную пешеходную дорожку, ее расширить, привести ее в такое более-менее цивилизованное состояние, потому что не везде однородная граница с частным сектором придется. Где-то выравнивать заборы, где-то договариваться с частниками. Она будет узкой, но тем не менее, по ней можно будет добираться до самого Одинцова. Также мы рассчитываем на благоустройство парковых зон. Мы в этом году приступим к благоустройству той части Подушкинского леса, которая граничит с Новой Трехгоркой. И постараемся продумать какие-то маршруты, так чтобы можно было выходить в сторону улицы Говорова и нашего университета МГИМО. Но проблема такая есть, существует. Но, к сожалению, есть многие вещи, которые в Новой Трехгорке, которые из-за вот этой безумной градостроительной политики уже исправить невозможно. Мы добавляем там внутриквартальные проезды, мы занимаемся паркингами, детскими площадками, благоустройством на парковые зоны. Мы планируем построить там физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлинику, которая была запроектирована, когда люди покупали эти квартиры. Компании были обязательства по этим социальным объектам. Но, к сожалению, выполнены не были. Теперь мы это делаем уже с другим застройщиком и собственными силами. Ну что ж, еще один вопрос. Вопрос эмоциональный, задала его Ирина Попова. Многодетная мама из Одинцова. Таких звонков было несколько, сразу отмечу. А вот Ирина Попова непосредственно такой вопрос задала, что нам, как многодетным семьям, выдали земельные участки в Труфановке. Обещали сделать дороги, провести коммуникации. На сегодняшний день ничего не сделано. Своими силами все делать очень дорого. Например, подключить электричество 770 тысяч рублей. Люди не могут ни подъехать вглубь дачных участков на машинах, ни пройти к своему участку без сапог. Деревья корчуем своими силами, технику для строительства подогнать нельзя, невозможно. Некоторые не могут приступить к освоению даже участков. Куда они обращались, ответа не получили. Хочется, чтобы были обозначены конкретные сроки, когда нам помогут с решением данной проблемы. Потому что по закону существуют конкретные сроки. Если участок не обрабатывается, то его имеют право забрать. Люди волнуются, люди переживают. Да, действительно, проблема такая существует. Ну, скажем так, сначала у нас была проблема, что многодетные семьи вообще не получали в Одинцовском районе никаких участков. В прошлом году мы смогли выдать более 380 участков для наших многодетных семей. В этом году у нас план более 400. Если брать очередь на начало 2015 года, которая составляла около 750 человек, то мы бы закрыли ее полностью. Но получая участки, люди начинают в очередь вставать, увидев вот этот свет в конце туннеля и такую нашу активную работу. Поэтому очередь не закончилась. И выдав в этом году 400 участков, мы ее тоже не закроем полностью. Значит, и в следующие годы будем выдавать земельные участки с такой же интенсивностью, как и в эти два года. Это я для тех семей, которые еще стоят в очереди, чтобы они не переживали. Участки, выданные многодетным семьям, никто забирать не планирует. Да и в целом, я думаю, что это невозможно. Это когда берутся в аренду сельхозугодие, потом не обрабатываются, то безусловно, у государства возникает возможность эти участки вернуть обратно, вернуть в оборот, так скажем. По многодетным этого нет. Что касается коммуникации. Действительно, мы должны обеспечить подъездной дорогой и одной из коммуникаций. Это электричество или газ для того, чтобы возможно было строить объекты и подводить туда то или иной энергоноситель и давать тепло и начать освоение. Это дорого не только для самих многодетных, которые пытаются выяснять, как подключить им коммуникации. Это дорого и для нас. То есть это несколько десятков миллионов для того, чтобы подвести газ или электричество от западных сетей и дорогу для того места, допустим, до Труфановки. Эти деньги мы будем планировать осенью этого года в бюджетах поселений и района для того, чтобы приступить к этой работе, начиная с весны. Деньги в условиях непростой экономической ситуации для нас тоже существенные, ощутимые. Нам придется подрезать какие-то программы, на которые мы планировали тратить деньги ранее. Но тем не менее, считаю, что раз уж мы нашли в себе силы и возможности, в которые никто не верил, и выдали земельные участки, теперь нужно найти силы и финансовые возможности подвести к ним коммуникации. И однозначно это сделаем. Если не управимся за следующий год по всем точкам, где мы выдаем земельные участки, значит, эта работа перенесется и на 2017-2018 год. И в любом случае мы ее доведем до конца. Все многодетные семьи, которые получат от нас земельные участки в Венецовском районе, все будут обеспечены коммуникацией. Ну что ж, Андрей Рубертович, предлагаю двигаться дальше. И еще одна болевая точка, не менее серьезная, чем военные городки. Вот первый видео вопрос, который у нас прозвучал. Это проблемы, возникающие по вине проблемных застройщиков. Так, мне сейчас... Да, мне говорят, что есть интересный звонок от телезрителя, и я тогда предлагаю, Андрей Рубертович, ответить на него, а потом уже вернуться к нашему видео вопросу, который действительно тоже, я думаю, не менее интересный. Вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос главе и представьтесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Рубертович, меня зовут Елена Николаевна. Я, в общем-то, можно сказать, что коренной житель Одинцова. Проживаю в пятом микрорайоне. Очень приятно вашей сейчас беседы, и хотелось бы, чтобы прямой эфир почаще был, потому что в городе очень много таких свободневных и больных вопросов. Но мой вопрос касается вот чего. Самое популярное сейчас, это детские сады и школы. Мы проживаем в микрорайоне 5, и, в общем-то, по сути дела, на весь микрорайон только одна 14-я школа. Потому что лингвистическая гимназия, как она считалась у нас элитной, до сих пор и считается, и простым детишкам туда очень трудно попасть. К ней прикрепили родники и княжичи, несмотря на то, что территориально, допустим, родники ближе к 14-й школе. А те дома, которые находятся по эту сторону, не Можайского шоссе, а по эту сторону от родников, даже которые находятся во дворе, в шаговой доступности к школе, они не закреплены за круглой школой. Круглая школа, дети учатся в первую смену, а 14-я школа переполнена. Даже ученики старших классов ходят во вторую смену. Мы были на заседании общественной палаты города Одинцова. Присутствовала и Лазутина, Одинцова, Ляписова присутствовала. Очень много вопросов задавалось по этому. Но конкретного мы ничего не услышали. Было только обещание сделать пристройку к 14-й школе. Когда она будет, в каком состоянии находится проектирование, планирование. Нам конкретно ничего не сказали. Вот хотелось бы очень узнать, когда 5-й микрорайон, естественно, микрорайон 5-А, когда наши дети будут обеспечены школой, чтобы могли достойное образование получить? Спасибо за вопрос. Я думаю, что действительно наша телезрительница задала вопрос от лица многих людей, которых интересует ответ. Да, спасибо, Елена Николаевна, за актуальный вопрос. Я хочу, во-первых, сказать про прямой эфир. Если будет действительно положительная реакция от наших жителей по итогам сегодняшнего эфира, то я беру на себя обязательство делать такие встречи системными, регулярными. И в зависимости от количества вопросов мы будем, может быть, даже расширять формат. И если не уложимся в час, будем делать два часа с прямыми включениями, со всеми вопросами. Но даже те наши телезрители, которые сейчас звонят и не смогут озвучить свои вопросы, они все будут запротоколированы, будут разосланы профильным заместителем под конкретное поручение, с конкретными сроками, исполнением. Ни один вопрос не пропадет из сегодняшней студии, из тех звонков, которые фиксирует оператора. Что касается лингвистической гимназии, действительно, мы получали определенное волнение со стороны наших жителей пятого микрорайона. Хочу сказать, что она не является элитной, никаких ограничений и барьеров нет. Есть одно ограничение – количество детей по нормативам в классе. Но мы и этот барьер на сегодняшний день перешагнули, и там в классах мы сегодня по 34, 5, 36 человек. Там просто детям уже некомфортно находиться. Мы не можем закрыть двери, потому что возмущаются жители. И вот справедливая Илья Николаевна говорит о том, что она не может попасть. Но 38-м ребенком быть в классе тоже уже невозможно. Школа не резиновая. Все это, опять же, из-за того, что была такая градостроительная политика. У нас вырастали корпуса, дома, небоскребы, школы, детские садики не строились. Поэтому с детскими садами мы сделали рывок и построили большое количество. В 2014 уже ввели в эксплуатацию в этом году. Сейчас заканчиваем. В той же гусарской балладе еще два садика будут введены. В Заречье еще садик. И, надеюсь, в гусарке до конца года достроим и третий детский садик. То по школам нет такого большого прорыва, потому что это большие, во-первых, деньги, затраты. Построить школу на тысячи мест – это больше миллиарда рублей. Нет собственных средств, но мы с таким запросом обратились к правительству Московской области. Потому что для того, чтобы закрыть весь дефицит и сократить вторую смену, нам нужно как минимум построить еще три школы. Три больших школы. Помимо Лесногородской, которая вводится в эксплуатацию в этом году. Что касается пристройки, то мы не отбрасываем это направление. И действительно зарезервировали денежные средства на пристройку. Причем пристройка, она звучит так… По-деревенски, скажем так. По-деревенски, да. Это по большому счету еще одна школа, только привязанная коридором к существующей школе на 500 мест. Деньги на такую пристройку есть. Мы начинаем проектирование, потому что есть четкая рекомендация правительства области делать только типовые школы. И типовые проекты для того, чтобы экономить денежные средства и не тратить на проектирование. Но когда это касается пристройки, то проект будет индивидуальный. Поэтому нам нужно и время, и определенные денежные средства в этом году для того, чтобы этот проект создать. Как только проект будет создан и пройдет экспертиза, мы, соответственно, выходим на строительство пристройки на 500 мест. Что касается строительства школ, то здесь все завязано на наличии земельных участков, на которых эти школы могут быть построены. Здесь, как вы все знаете, я думаю, что Елена Николаевна тоже это видит в городе Одинцово. Огромное количество было точечной застройки, все свободные пятачки земли и несвободные, те все застроены. Да, выделять землю в Турфановке бессмысленно для школы. Да, ну конечно. Основной эпицентр проблемы здесь, в Одинцово. Основная вторая смена тоже здесь. Мы и так, если брать 14-й гимназию, то с приходом нового руководителя вторая смена там практически сократилась за счет правильного перераспределения потоков. Но мы эту концепцию также будем применять и тиражировать на другие наши учреждения. И мы уже отказались от учительских классов больших, от переговорных, от больших кабинетов директоров. Все стараемся в свободное помещение трансформировать в учебные классы. И если у нас полтора года назад был показатель 7,2-7,3 процента во второй смене, то сейчас он 6,8, а к концу года он будет 6,4. То есть мы движемся активно в этом направлении, но решить проблему можно только строительством новых школ. У нас появится в 2018 году новая школа в Горках-вторых. Мы попали тоже в программу Московской области. Нам будет существенная поддержка и софинансирование по этой программе. В следующем году сдаем, запускаем большую, огромную школу в Раздорах. В этом году у нас уже введена в эксплуатацию и встала в строй школа в Заречье на тысячи местах. Мы там тоже будем докомплектовывать классы до того, чтобы снять вторую смену с близлежащих поселений Ново-Ивановска, с части Одинцова, с той же Трехгорки. Поэтому мы не стоим на месте, очень хорошо и четко понимаем эту проблему, с которой сталкивается Лена Николаевна, наши жители города Одинцова. Мы ее прямо кожей чувствуем каждый день. Так или иначе, либо с управлением образования, либо с нашими инвесторами, которые работают на территории, обсуждаем вопрос дополнительного строительства и детских садов, и школ. И если есть по нормативам у кого-то обременение построить школу 600 мест, то мы просим, иногда требуем, сделать ее на 700, чтобы еще решить проблему с нашим дефицитом. Ну что ж, Андрей Робертович, мне подсказывают операторы, приняли уже более 100 звонков на нашу горячую линию, люди присылают смс-ки, голосовые сообщения, с учетом их еще больше поступило вопросов. Но я все-таки предлагаю к нашему видеовопросу, который поступил от владельцев квартиры жилого комплекса «Вальдомироль», который достаточно хорошо известен в нашем Одинцовском районе. Но вообще, надо сказать, что проблемные застройщики, это проблема, наверное, такая же острая, как и военные городки. И она также характерна не только для Одинцовского района, к сожалению, и даже не только для нашего региона. И поэтому давайте мы послушаем, точнее посмотрим, о чем же спрашивают сегодня жители Вальдомироля. Давайте, конечно. Андрей Робертович, здравствуйте. Беспокоят вас жители жилого комплекса «Вальдомироль», известный также как «Изумрудная долина». Неоднократно уже сроки строительства нашего ЖК переносились. Хотели бы узнать, когда же все-таки начнется строительство. Нас этот вопрос очень интересует. Двух десятков вопросов, на самом деле, перед эфиром поступило именно насчет вопроса о Вальдомироле. Да, вы правильно, Петров, сказали. Одна из знаковых, я бы сказал, и тяжелых проблем Одинцовского района, это как раз обманутые дольщики. У нас с вами в районе есть проблемный объект под названием «Западные ворота столицы», «Гусарская баллада», далее «ГАИС», «Горки десятые». Появился новый объект «Высокие жаворонки», застройщик «Трансфорд», тоже уже мы на пороге набанутых дольщиков. И один из проблемных объектов это как раз Вальдомироль, где у нас был инвестором и застройщиком Самохин Сергей Иванович, компания «Трест номер 6», которую мы уже касались по проблеме, связанной с Лесногородской школой. Компания попала в трудное финансовое положение, и наши постоянные совещания, выезды на место, мы и штабы проводили, и всячески стимулировали застройщика, и нагнетали, и ругались, что мы только не делали. Мы вместе с инициативной группой, и самостоятельно, то есть наши сотрудники строительного отдела, строительного управления, так часто, наверное, даже своим родственникам не звонили, как звонили Самохину по проблемам Вальдомироль. Но ничего не сдвигалось, по большому счету, с места, были какие-то, так скажем, доработки по тем недочетам, связанные с домами, которые уже сданы в эксплуатацию, но не строилась новая инфраструктура, и не вводились новые корпуса, там, где как раз жители, вернее, там, где дольщики как раз ожидали получения квадратных метров или квартир. В июле месяце, значит, был найден новый инвестор, подобран, произошла сделка, где окончательные расчеты должны были произойти в сентябре месяце, и с конца сентября, с начала октября, новый инвестор наполняет денежными средствами подрядную организацию, и выходит, срочно выходит на строительство инфраструктуры, и те 20 домов, которые уже в высокой степени готовности, их, соответственно, достраивает и вводит в эксплуатацию. Нам осталось подождать буквально неделю, мы поймем, насколько эффективен новый инвестор, обладает ли он необходимыми денежными средствами, и в какие сроки он предполагает закончить строительство. В нашем понимании, если сейчас будет грамотное, правильное и достаточное финансирование, то в первом квартале следующего года 20 корпусов можно ввести в эксплуатацию, и спокойно можно переходить к строительству инфраструктуры, в том числе социальной. Планировалась большая школа, детский сад, везде нулевой цикл, ничего не сделано. Это я говорил про предыдущего застройщика. Большая у нас надежда на новую компанию, которая пока декларирует нам наличие денежных средств, показывает свои взаимоотношения с финансовыми структурами, с банками, которые тоже подтверждают, что данное строительство будут финансировать и выдавать деньги на стройку и вводить в эксплуатацию. Спасибо за ответ, Андрей Робертович. Я предлагаю сейчас еще раз прерваться на один блок социальной рекламы, а потом вернуться к нашему общению, к общению с телезрителями. Петр, ну у нас с вами первый блин комом, мы не уложились во время. Если у вас есть сила, я готов продолжить. Андрей Робертович, готов эфирить с вами. Сейчас пролетел, как одно мгновение. Готов эфирить столько, сколько потребуется, пока не дадите сигнал выходить из эфира. Ну что ж, продолжим тогда вопросами, которые предварительно были собраны моими коллегами из редакции Одинцовского телевидения. Любовь Александровна, в НИИСОК, 65 лет, живет одна. Квартиру купили еще в 2003 году. Неоднократно обещали построить станцию обезжелезивания. Опять вопрос обезжелезивания. До сих пор в кранах вода ужасная, это уже в НИИСОК. Фильтра хватает всего на один месяц. Руководитель РЭП Жаворонки сказал, что может быть станцию построят в 2017 году, но не факт. Вы к нам приезжали и знаете эту проблему. Когда решится этот вопрос, очень ждем. Да, действительно, вопрос опять касается нашей программы «Чистая вода» и все, что связано с строительством и модернизацией новой ВЗУ. В данном случае это ВЗУ номер один города Одинцова, который питает и в НИИСОК, и всю гусарскую балладу. С конца этого года, буквально с ноября-декабря месяца, мы начнем эту работу. Масштабная реконструкция городского ВЗУ с большим объемом и очистных сооружений. Станция обезжелезивания туда попадает в модернизацию. И в начале 2018 года мы эту работу закончим. Вода будет чистая, качественная, с большим запасом для будущего строительства в этой точке. То есть Любовь Александровна может не волноваться? Любовь Александровна может не волноваться, начиная с 2018 года. Все это время мы будем активно за бюджетные средства модернизировать ВЗУ, который находится в городе Одинцово. ВЗУ номер один. Виктор Петрович, Вячеслав Павлович и еще достаточно большое количество обратившихся жалуются на то, что во дворах ямы все раскопали, но не закапывают. Пожилым людям, мамочкам с колясками пройти сложно. Высыпали три КАМАЗа щебенки и не разбросали. Это Люба Новоселовой. Скорые такси, машины подъехать не могут. Звонили в дорожную службу и администрацию. Но до сих пор ничего не сделано. И так во многих дворах. Я думаю, что этот вопрос также надо разбить на две проблемы. У нас идет большая работа по созданию парковочного пространства. И одно из путей решения это как раз расширение уличной дорожной сети. Что касается Люба Новоселовой, то за счет того, что мы сформировали карманы, о которых, видимо, идет сейчас речь, и построили там экопарковки, возникают вот такие сложности и проблемы у людей с перемещением. По Любу Новоселовой мы создадим до конца следующей недели 101 парковочное место, что, конечно, приветствуется нашими жителями. Плюс к этой работе во дворах, и я думаю, что жители Одинцова с этим многие уже столкнулись, во дворах также мы обустраиваем парковки, мы ремонтируем внутриквартальные дороги, латаем ямы. Более 7,5 километров дорожного покрытия в городе Одинцова в этом году было реконструировано и приведено в порядок. Вот такой масштабной работой, связанной и с созданием парковочных мест, и с благоустройством дворовых территорий, ведется в городе Одинцова. Я думаю, что вот успел записать Виктор Петрович, но и все, кто... Вячеслав Павлович. Да, Вячеслав Павлович. Впрочем, нужно просто потерпеть еще на неделю максимум две. Эту работу мы должны были закончить в летний период, но, к сожалению, подрядная организация подвела нас немножко по срокам. Сейчас я дал поручение, городские власти активно стимулируют эту организацию закончить работу в ближайшую неделю-полторы. И мы поставим здесь точку. Также под реконструкцию у нас попала и улица Бирюзова. На улице Неделина мы создаем парковку на 90 мест. Около центральной районной больницы на Бирюзово порядка 45 карманов для машин появляется. Это одно из направлений как раз решения проблемы города Одинцова. То есть порядка 18 тысяч машин и мест нам не хватает для того, чтобы жители города Одинцова не ставили свои машины на тротуар, на зеленый газон, на детскую площадку и так далее. Опять же, проблема с градостроительной политикой, которая была в прошлом. Сегодня 46 тысяч существует парковочных мест, нам необходимо еще 18. Вот только за этот год мы таким способом, такими решениями смогли создать 1150 дополнительных парковок, что, конечно, приветствуется нашими жителями, несмотря на вот такие неудобства, особенно для людей пожилого возраста. Денис, 8-й микрорайон. Вообще, 8-й микрорайон всегда у нас традиционно в городе Одинцово очень активен. Ну и поскольку он находится, пока находится у нас как бы за ниткой железной дороги, они считают себя несколько на отшибе, иногда даже немножко обиженными. Ну вот вопрос касается не социальной инфраструктуры, в данном случае не инженерной инфраструктуры. Денис сказал, что он верующий и в микрорайоне нет никакого храма. Планируется ли строительство церкви в микрорайоне, чтобы не ходить на другую сторону, переходить через железную дорогу для пожилых людей? Очень сложно для более молодых, но ближайшие храмы тоже находятся достаточно далеко, особенно если речь идет о зиме, скользко, холодно. Да, спасибо за вопрос. Действительно, 8-й микрорайон у нас долгое время был забыт, прямо скажем. И это связано также с транспортной доступностью, чтобы попасть в 8-й микрорайон. Там приходилось объезжать либо через МКАД и по Минскому шоссе, либо через нашу промзону, что всякое отнимало 30-40 минут у любого, кто хотел добраться из центра в 8-й микрорайон. Я хотел в этой связи всем жителям 8-го микрорайона сказать, еще раз подтвердить, что строительство путепровода идет полным ходом. И в 2017 году мы эту работу закончим. И у нас связь с микрорайоном номер 8 наконец-то появится. Полноценная транспортная доступность. Что касается храма, то храм будет. Мы по этому вопросу активно взаимодействуем с нашим Болгачиним, с Архимандритом Нестором. И, насколько я знаю, после того, как мы привязали земельный участок к Болгачине на 49 лет безвозмездно, а также согласовал Минстрой городостроительный план этого земельного участка, сейчас уже ведутся работы по проектированию непосредственно храма. И мы еще хотим там сделать такую зону-сквер для того, чтобы люди могли просто прийти на территорию отдохнуть, посидеть на лавочках, читать книги. Там же будет детский городок, на котором детишки будут проводить свое время. Ну, а взрослые люди, безусловно, будут ходить в православную церковь и получать духовную пищу. То есть храм будет, и Денис может в этой части быть спокоен. Там много проблем с инфраструктурой, в целом с развитием. Также заброшенный инвестиционный контракт компании СУ-155, никакого переселения не произошло. Много перекосов в социальной инфраструктуре. К этой работе мы совместно с Банком Российский Капитал также приступили. И сейчас обязательства взятые к обанкротившейся компании СУ-155 перешли в Банку Роскапитал. И тоже определенная работа уже начинается и будут дальше продолжать строительство. Андрей Робертович, вот мне подсказывают, что готовы вывести в эфир к нам еще один звонок от телезрителя. Давайте ответим и потом продолжим. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте Ваш вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Инна. Андрей Робертович, я житель города Нинцова. И в некоторых районах нашего города столкнулась с проблемой нехватки медицинских кадров. Чтобы попасть к профильному специалисту, приходится занимать очередь, либо брать талон на несколько недель вперед. Если вопрос стоит о неотложенной какой-то помощи, то приходится обращаться уже в частные клиники или ехать в Москву. Хотелось узнать, возможно ли решение данного вопроса с нехваткой медицинских работников в пределах нашего района. Спасибо. Да, Инна, добрый вечер. Спасибо за вопрос. Одна из актуальных тем стоит в приоритете нашей работы. Действительно, мы можем тратить огромные деньги на ремонты наших медицинских учреждений. Мы можем закупать новое оборудование, самое современное. И все-таки качество медицинской услуги, оно зависит от квалификации узких конкретных специалистов, от их профессиональной пригодности. Если у нас не заполнены все вакансии, специалистам приходится работать на несколько ставок. Они перегружены, они переутомляются и, безусловно, страдают от этого качества той услуги, которую они предоставляют населению. Мы активно ищем кадры не только на территории нашего района, но и в других районах, и в других субъектах Российской Федерации. Мы предлагаем тем квалифицированным специалистам, которые приходят в наш район, служебные квартиры, служебные комнаты. В ближайшее время вынесем на рассмотрение Совета депутатов района программу поддержки материальной наших медработников, чтобы они могли компенсировать себе затраты на аренду жилья, если такое снимается ими. Я считаю, что у нас очень неплохие результаты. По прошлому году, 2015-му, мы смогли привлечь врачей 68 человек, а средних медицинских работников 70. В этом году, а еще не конец года, мы уже 61 врача привлекли и порядка 50 работников средней квалификации. Уверен, что по итогам года мы перешагнем порог привлеченных кадров о прошлом периоде. И всячески будем эту программу продвигать для того, чтобы создавать самые комфортные и выгодные условия для того, чтобы медицинские работники не убегали в Москву или в коммерческие медицинские центры, оставались у нас в системе здравоохранения. В системе здравоохранения самое главное – это кадры. Ни оборудование, ни ремонт, ничего так не работает, как качественные, профпригодные кадры, которые общаются непосредственно с жителями, с той проблематикой, с которой приходят люди, и оказывают качественную услугу, профессиональную услугу. С оборудованием, без оборудования должны быть очень профессиональные кадры. Самое главное, что понимание этого вопроса есть, и движение в положительную сторону тоже есть. Вопрос на контроле губернатора. Мы раз в квартал проходим большие совещания, прогоны, так называемые, по всем территориям, где смотрит как раз глава региона ту динамику по привлеченным кадрам, которые в каждой конкретной территории присутствуют. Андрей Робертович, еще один звонок от телезрителя. Я думаю, что может быть даже финальный. Ну, посмотрим. Я предлагаю вам обращаться к главе района, задавать ваши вопросы и представиться сначала. Добрый вечер, Андрей Робертович, добрый вечер Петр, меня зовут Оксана, я являюсь жительницей города Одинцова. Хотела спросить, почему на центральной площади города, напротив волейбольного центра у нас не очень хорошая, презентабельная детская площадка, без покрытия, она морально устаревшая, такие же площадки во многих дворах нашего города. Хотелось бы услышать, как будет решаться этот вопрос и какие планы по поводу детских площадок города Одинцова. Спасибо, Оксана. Спасибо за вопрос. Да, Оксана, спасибо. Что называется, сапожник без сапог. На центральной площади города Одинцова у нас не только напротив волейбольного центра, но и рядом с Ледовым дворцем тоже старая площадка, без соответствующего покрытия, без как раз выполнения тех нормативов, стандартов, которые мы транслируем. Я в целом хочу сказать, что у нас 546 детских площадок, и мы активно занимаемся и модернизацией детских площадок, и строительством новых. В этом году мы построили 12 новых детских площадок, которые ввели в эксплуатацию. Они уже с современными малыми и спортивными формами, с современным резиновым покрытием. Мы получили 4 площадки и построили по программе губернатора. И это, я бы не назвал это площадками, это уже городки, детские городки, которые мы также ввели в эксплуатацию. 25 площадок мы смогли модернизировать, заменили как раз опасные уже малые формы, которые могут впоследствии создать какие-то проблемы для детей или нанести травмы. И заменили там покрытие на 25 площадках. Как оказалось, не все площадки у нас стоят на балансе, поэтому мы не можем полноценно вкладывать муниципальные деньги в их благоустройство. Таких у нас 34 объекта. До конца этого года, ну максимум в первом квартале, мы эту работу также закончим и все поставим на баланс и включим их в программу модернизации. Что касается центральной площади и того, что происходит на улице недельной. Как вы, наверное, Оксана, смогли увидеть, у нас идет большая реконструкция улицы недельной, которая затрагивает и нашу центральную площадь. И, собственно, мы планируем в ближайший год-полтора перестроить всю центральную площадь, благоустроить наши зоны активности и спортивные площадки. И стадион у нас попадет под реконструкцию. И, конечно, мы заменим на современные многофункциональные детские городки в тех точках, которые уже были озвучены около гостиницы бывшего Олимпиадца и около нашего волейбольного центра. Там будут современные детские городки. Также мы планируем сделать большую пешеходную зону вдоль улицы Неделина. Это будет такой новый арбат московский, только в Одинцово. Вы видите, эта работа уже начинается. Мы там планируем и большие парковочные карманы, и велодорожки, и малые архитектурные формы, и павильоны, и киоски, и магазины, и гостиницы. То есть это будет действительно такой образец и пример того, как должен быть устроен центр развитого современного европейского города. Такая же реконструкция плавно перейдет и на всю центральную площадь. Поэтому Оксана и всех жителей, которые пользуются нашей центральной площадью и часто проводят там свое время, прошу набраться немножко терпения. И в ближайший год вы увидите значительные изменения на центральной площади, которые, я уверен, всем понравятся. И все будут проводить качественно свой досуг, свое свободное время там и получать массу удовольствия. И от той природы, которая есть, и от того благоустройства, которое мы там задумали. Андрей Робертович, ну что ж, мне даже подсказывают, что уже более 200 звонков поступило, и они продолжают поступать. Но, тем не менее, мы не можем весь наш эфир посвятить ответам на звонки наших телезрителей в студию, к сожалению. И я предлагаю сейчас ответить еще на один видео вопрос. Его задает представитель общественной палаты Одинцовского района по просьбе жителей сразу двух поселений. Речь идет о, казалось бы, не такой крупной проблеме, но, насколько я понимаю, она волнует сразу несколько населенных пунктов. Давайте посмотрим. Давайте. Нам в общественную палату обратились жители сельских поселений Никольское и Ершовское. Дело в том, что несколько населенных пунктов, расположенных на границе этих поселений, разделяет Москва река. На одном берегу расположены магазины, на другом важнейшие социальные объекты. Сообщения между населенными пунктами осуществляются посредством подвесного моста. Ранее его обслуживала одна коммерческая организация, но в связи с ее банкротством мост уже длительное время не ремонтируется. И он не стоит на балансе ни в одном из поселений. В данный момент он фактически находится в аварийном состоянии, и жители каждый день пользуются им практически с риском для своей жизни. Скажите, возможно ли решить эту проблему? И если да, то в какие сроки? Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, когда мы объезжали Никольское поселение и смотрели проблемы того же нового городка и проблемы, накопившиеся в старом городке, от жителей прозвучал вопрос по данному сооружению, который, как оказалось, не стоит нигде на балансе. И поэтому мы не можем тратить деньги в реконструкцию, бюджетные деньги. Благодетели, инвесторов и какие-то коммерческие структуры, собственно, не откликнулись на наш посыл. А давайте все вместе отреконструируем данный мост. Поэтому я дал поручение местной власти, главе поселения Никольское, в срочном порядке обратиться в суд для того, чтобы данный объект признать бесхозяйным, и, соответственно, потом оформить его в собственность поселения Никольское. Эта работа запущена. Мы планируем в следующем году, весной, получить уже этот объект в собственность поселения, так как этот объект связан с транспортной инфраструктурой. И как только это произойдет, будем изыскивать денежные средства. По нашим оценкам мы уже провели экспертизу. По нашим оценкам это около 20-25 миллионов. для того, чтобы произвести реконструкцию и действительно из аварийного состояния привести его в хороший объект инфраструктуры, которым будут пользоваться наши жители без боязни за свою жизнь и за те травмы, которые могут там произойти, если он где-то обрушится. Вот такую работу мы запустили. Она, к сожалению, не была сделана раньше. Но я уверен, что в следующем году мы поставим это сооружение на реконструкцию. Андрей Рубертович, ну вот, очевидно, пришла СМС, очевидно, человек находится в пробке, едет по Одинцово и спрашивает, можно ли отменить все левые повороты в Одинцово. Да, ну, вопрос точно не ко мне. Вопрос к нашему ГИБДД. И он, хоть и смешной на первый взгляд, но показывает все-таки ту проблему, которая существует в Одинцово. Она связана с транспортными заторами, особенно в часы пик. Даже в эту студию сегодня я ехал и потратил довольно много времени, чтобы на улице Говорова обойти где-то пробки, где-то дворами объехать. Мы вместе с ГИБДД проводили несколько совещаний. Я считаю, что работу по транспортному моделированию, по тому, как должны быть устроены наши перекрестки, как и в какое время должны включаться светофоры, где запретить поворот налево, где сделать одностороннее движение. Эту работу нужно запускать. И такое поручение городским властям я уже дал. Я знаю, что Александр Берш активно занимается, подбирает сейчас компанию, в которой есть большой опыт такой работы на территории Москвы, Московской области и в других, собственно, районах. И я думаю, что в ближайшее время этот проект появится. Он может многих удивить, потому что придется действительно радикально как-то менять транспортные потоки, где-то закрывать уже общепринятые направления движений. Многим придется в том числе и перестраивать свою жизнь, ездить по другим дорогам или в другое время. Но к этой работе мы уже точно созрели. И об этом говорит повседневная необходимость, с которой мы сталкиваемся сами, как жители Одинцова. И по тем просьбам и количеству жалоб на пробки мы уже не можем не реагировать и мы не можем отсиживаться. Эту работу мы в ближайшее время закончим. Еще один телефонный звонок. Андрей Робертович, давайте ответим. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос главе. Здравствуйте, Андрей Робертович. Я являюсь жителем города Одинцова, адрес Северная, 24. Являюсь председателем сайта дома, а также уполномоченным главой города Одинцова. Вопрос у меня следующий. В конце февраля этого года установили новые точки освещения вокруг дома. Это адреса Северная, 24, 26, 28. Порядка 10 новых точек. И до настоящего времени они не подключены к электросетям. В электросетях не могут внятно ответить, когда будет включено освещение. И в администрации примерно такой же ответ. Хотел бы узнать решение этой проблемы. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Решение проблемы сейчас я вам озвучить не смогу. Я выйду из этой студии после прямого эфира, свяжусь с электросетями. И, поверьте мне, предложу максимум усилий, чтобы в ближайшие дни свет у вас появился. Если нет каких-то более сложных технологических проблем. Нет мощностей в этой точке, нет необходимых уличных сетей для освещения и так далее, и так далее. Если проблемы в бюрократической машине, в отсутствие желания у чиновников или у работников электросетей сдвинуться и пойти навстречу жителям и включить данные опоры, то мы это, конечно, решим. Если все-таки проблема связана с отсутствием мощности, тогда мы будем... Тогда это потребует время для того, чтобы городская власть могла оплатить какие-то работы и подвести необходимые коммуникации к этим опорам. Андрей Робертович, ну и давайте заключительный звонок от телезрителя. Я думаю, такой некий финальный аккорд. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос главе. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Добрый вечер. Я житель Одинцова, и я проживаю на улице Жукова в доме 11А. Хочу сказать большое спасибо тем действиям, которые администрация произвела вокруг нашего дома. Потому что была организована прекрасная парковочная стоянка, которая позволила предотвратить тот коллапс, который в нашем дворе случался каждое утро. Все, что было сделано, просто замечательно. Мы, наконец, увидели нормальный человеческий двор. И большое спасибо за это. Спасибо, Ольга, за добрые слова. К сожалению, когда мы выходим с инициативой благоустраивания дворовой территории и все-таки находить там возможность для дополнительных парковочных мест, не все жители к этому относятся одинаково положительно. Многих это не устраивает, и мы видим очень часто сопротивление в этой части, пытаемся находить какие-то компромиссные решения. И когда слышишь добрые слова, очень приятно, и это вселяет надежду у нас, что мы на правильном пути и дальше, невзирая на такое зачастую сопротивление, будем двигаться по проекту создания дополнительных парковочных мест в наших дворах. Андрей Робертович, ну что ж, час, отведенный на эфир, закончился и закончился уже давно. Остается вот буквально, я думаю, несколько минут еще у нас. И я прошу вас поделиться своими впечатлениями, подвести некие итоги первого выпуска программы «Главная тема». Да, вы знаете, я прежде чем поделюсь своими впечатлениями, я вот для себя сделал пометку, когда мы разговаривали про медицинские учреждения и привлечение дополнительных кадров. Я хотел бы к нашим жителям обратиться с призывом пройти диспансеризацию. У нас в эту субботу в медицинских учреждениях Одинцовского района проходит бесплатная диспансеризация. Для всех людей старше 21 года, чей возраст делится на 3. То есть это 21, 24, 27 и так далее до бесконечности. И 99 лет, и старше все люди могут прийти и получить необходимые обследования для того, чтобы, возможно, выявить какие-то заболевания на ранней стадии. Получить такой паспорт своего здоровья. Как мы все устроены, пока не болит, нам кажется, что мы здоровы и все в порядке. Но так усложнился мир, такие сейчас сложные заболевания, которые не выдают болевых ощущений до какой-то самой последней стадии. Поэтому и призываю, и прошу воспользоваться такой возможностью и приходить на наши дни диспансеризации, проходить обследование. Беспокоиться о своем здоровье, не откладывать это в долгий ящик, не ждать, когда что-то и когда-то заболит. Потому что обычно, когда болит, уже потом на исправление ситуации уходит и много времени, и психологически это зачастую очень тяжело. Есть такая горькая шутка о том, что на Западе люди за неделю до болезни идут в поликлинику, а в России за день уже до смерти. Поэтому, чтобы такого не случилось. Здесь есть совершенно бесплатная, легальная, официальная возможность заниматься своим здоровьем. И мы для этого совершенно открыты и готовы подстраиваться. И медики наши все настроены на комфортное обслуживание населения, совершенно доброжелательно. Я не слышал еще нигде никаких нареканий. Все ждут, все так же, как и мы все, заинтересованы в здоровом населении, здоровом поколении, которое у нас подрастает в будущем. Поэтому приходите все в субботу на наши дни диспансеризации. Я хочу сказать, что уже по итогам этих девяти месяцев прошло диспансеризацию в наших учреждениях порядка 40 тысяч человек. И до конца года мы планируем эту цифру довести до 60 тысяч. Поэтому нужно задумываться о себе, о своих семьях, о здоровье. И не откладывать это на завтрашний день, когда есть такая возможность. Что касается нашего с вами эфира, то очевидны уже две вещи. Во-первых, мы не укладываемся с вами в час. И если так же будет поступать 200 звонков или более, то я считаю... 250 с смс и голосовым сообщением сейчас уже. Да, я считаю, что интерес к нашей с вами телепередаче есть, он появился. И мы будем ее делать системно. Для того, чтобы как раз показывать то, как мы планируем решать наболевшие уже вопросы и проблемы в Одинцовском районе. Вопросы. Очень удачно, что у нас есть прямой эфир. Вопросы задаются в онлайн-режиме. Интересное подключение видео, видеотрансляции. Здесь тоже можно, мне кажется, добавить еще больше подключений. Но в целом у меня самая положительная реакция. Да, вопросы, которые сегодня были озвучены, они на поверхности. Мы с ними занимаемся каждый день. И мне было, что ответить. И, собственно, понимаю, что, почему произошло. И как мы собираемся выходить из той или иной ситуации. Уверен, что в этих двухстах звонка есть вопросы, которым нужно готовиться. Или, возможно, придется брать время на проработку. Потому что проблемы в нашей жизни, в сложной жизни, могут возникать прямо вот сегодня. Которыми мы еще не сталкивались. Но нет никакого страха, испуга. Мы готовы отвечать на любые вопросы или брать их к себе в копилку, на проработку, на дополнительные, на решение, собственно. Основной-то у нас посыл с вами – это показать, что мы уже делаем. Разобраться в каких-то конкретных проблемах. И взять в проработку еще те вопросы, до которых мы не дотянулись. Или они нам неизвестны. Вот именно такой инструмент мне бы хотелось создать в рамках нашей телепередачи. Инструмент живого общения с жителями. Более масштабного варианта, так скажем. Опять возвращаясь к тому, с чего я начал. На личном приеме мне не удастся охватить такую большую аудиторию. И странслировать то, что мы делаем или сможем сделать нашим жителям. Так вот эффективно, так максимально. Андрей Иванович, ну что ж, я благодарю вас и от лица наших телезрителей. Я уверен, что действительно среди тех 250 обращений, которые поступили, наверняка какие-то открытия для себя вы сделаете, касающиеся Одинцовского района. Хотя бы там одно-два. И я думаю, что может быть к этим темам и стоило бы вернуться во время следующей программы. Может быть, с них бы и начать. Да, хорошо, давайте и зафиксируем такой формат. Будем начинать с тех вопросов, которые шли в копилку на проработку. И плавно переходить к тем звонкам, которые будут поступать в студию или в вашу редакцию уже свежие. Ну что ж, уважаемые телезрители, программа «Главная тема» прощается с вами. Я надеюсь, что в последнюю среду октября мы вновь будем ждать в этой студии Андрея Робертовича. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. И делитесь информацией об исполнении поручений главы района, которые даны по вашим обращениям. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. До свидания.